Далее вторая часть выпуска. Оставайтесь с нами. Разносторонний и амбициозный. Начальником управления по работе с молодежью и общественностью назначен Александр Норко. Для пытливых умов барьеров не существует. Дети с ограниченными возможностями почувствовали себя учеными-исследователями. В льдинке состоялась долгожданная встреча юных хоккеистов. Турнир посвящен Всероссийскому дню зимних видов спорта. Коренной северянин в Новом Уренгое с рождения. Он вырос здесь, а в студенческие годы думал, что останется в крупном городе федерального значения. Но северная земля позвала обратно. Александр Норко в прошлом занимал должность в «Газпром-добыче Ямбург», но с недавнего времени возглавил управление по работе с молодежью и общественностью. По его словам, будущее за молодыми. Им нужно уделять большое внимание. Сам Александр человек активный, занимается спортом, ходит в походы и не любит сидеть без дела. О детстве на севере и молодежной жизни округа рассказал он сам. Родился я в Новом Уренгое. Учился, закончил школу здесь. На 8 лет уезжал в город Санкт-Петербург, получил высшее образование, проработал там 2 года и решил снова вернуться в родной город. И с 2013 года я живу и работаю снова в Новом Уренгое. 7,5 лет проработал в компании «Газпром-добыча Ямбург». И вот в прошлой неделе, с 2 февраля, меня приняли в управление по работе с молодежью и общественностью города Нового Уренгоя. Но детство было счастливым, вот так если его вспоминать? Безусловно, безусловно. Это прекрасные годы и ты не задумываешься, что там чего-то тебе не хватает или что вот бы было бы еще и тогда я был бы счастлив. Нет, мы отлично занимались спортом, учились, у нас была факультатива, была внеклассная деятельность, начало моей общественной деятельности, в активе школы. Поэтому достаточно активная, плотная была жизнь и некая камерность Уренгоя, она наоборот привносит какой-то свой шарм. С супругой мы встретились, когда поступили в университет. Это отдельная история, потому что супруга приезжала сюда, не зная города, ни разу здесь, она не была до этого и она просто доверилась мне. Родители мои приехали в Уренгое в 1981 году. Сестра у меня тогда родилась, моя старшая. Я родился в 1988 и, конечно же, все детство, вся молодость связана с Уренгоем. В основном это снежные фотографии. Папа занимался фотографией тогда и поэтому достаточно много в семье таких фотографий. Это папа фотографировал? В основном да, это все папины фотографии. Военные сборы. Я офицер запаса военного морского флота. Вы были в армии? Я офицер запаса. Я прошел трехгодичную программу подготовки офицеров и месяц сборов. Это мой супруга. В 2016 году мы женились. Я сделал предложение на вершине Эльбруса. Женились мы в пятницу, 13 мая високосного года. Прекрасно. Собрали все возможные... Даловь всякие стереотипы. Стереотипы, да, да, да. Сыну год и почти по полтора месяца. Безусловно круто ощущать свою причастность к молодежному движению, к реализации проектов, к реализации крупных проектов по разным направлениям. И, ну, конечно, это наше будущее, это будущее страны, это будущее планеты. И интерес в том, что молодежь, молодежная деятельность, она пронизывает все сферы. Выходя на старт, заявляясь, ты чувствуешь этот драйв, этот кайф. И стартовый, там, пусть это команда или это стартовый выстрел, это по-другому тебя заряжает. Поэтому даже если ты хоть хотя бы один раз в жизни бегал, обязательно попробуйте пробежать какой-нибудь массовый забег. Это непередаваемые эмоции, непередаваемые чувства. И это тот драйв, который позволяет тебе потом еще снова и снова выходить на пробежку или вставать на лыжи и заниматься дальше.